Дорогие друзья, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Так, присоединяйтесь. Так, сегодняшняя наша тема, сегодняшняя наша тема, психические расстройства, психические расстройства, психические болезни, вот. И у меня тут такой бардак, столько бумажек, потому что тема-то очень серьезная, тема по большому счету для специалистов, вот. А мы ее решили провести для вас, для всех, ну не знаю, что из этого получится такая. Она требует глубокого понимания, но чтобы вам было не скучно, мы с вами пока все добавляются, пока все добавляются, мы с вами будем играть в игры, которые называются «Угадай расстройство». «Угадай расстройство» называется игра. Сценка первая. Вы кто? Что за тема? Такая вот была сценка. Вот. Это номер один. Второе это... Они по-любому здесь. Я еще ни разу не был так, чтобы жучков здесь не было. Сценка номер два. Что там еще такое? Что там еще там? Значит, нимфоманию, конечно, я не покажу. Вот, как-то, наверное, меня заблокируют. Что там такое? Слышите? Вы слышите, да? Он смеет так со мной разговаривать. Нет, ну вы же слышите это? Тоже сценка номер три. Ну, это так, чтобы избавить это, разбавить время для ожидания. Ну, что там? Что угадываем, нет? Какие ваши предположения в отношении психических расстройств? Вот, как-то, мания преследования, ОКР, шизофрения. Значит, мания преследования, да. Первая была, ну, ОКР не было. Хотя можно... Да, шизофрения, да. Тревожный, нет. Ну, вот первая вот эта вот... Вот, знаете, вот там, как-то, да. А, здесь есть еще кто-то, что ли, да? Понятно, это хорошо. Вот. Слышно, но не видно вас. Не понял. Не понял, как так не видно. Ничего, правда, не видно. Паранойя. Ну, давайте не паранойя, пускай это будет... Пускай это будет мания величия. Нарциссизм, мания величия. Такая, да. Это вот мегаломания, цезаремания, нарциссизм. Вот, нарциссизм, да. Господи, ну что же, поехали, давайте. Значит, поигрались, поигрались немножко. Первая, значит, тема достаточно простая, но мы попробуем в нее зайти. Зайти с вами. Круто, что если здесь есть специалисты, которые сразу меня сможут дополнить. А лучше, если здесь есть, ну хоть один завалявшийся психиатр или парочка психотерапевтов, врачей. Если вы здесь, дайте, пожалуйста, сигнал. Махните рукой. Я хотя бы на вас опираться буду. Мы хотя бы с вами, может быть, какой-то интересный диалог составим и посмотрим. И посмотрим на психические заболевания. Первый раз на эфире и так актуально. Ну ничего себе. Расстройство аутистического спектра. Сюда подойдет расстройство аутистического спектра, но мы так его сегодня особо сильно трогать не будем. Вот. Только психи. Не, только рефлексотерапевт. Ну слушайте, что, ни одного психиатра? Ну давайте, ну, ну пускай, психиатрик. Но с этим тоже работают. И это понятно. А вот прям такая классическая махровая психиатрия. У меня есть справочник по психиатрии. И, соответственно, он наполовину составлен из фармакологии. Психологи есть, СДВГ. СДВГ пускай будет, СДВГ тоже. Аутизм от вакцин. Нет. Смотрите, сегодня у нас тема психические расстройства. Два естественного происхождения, психические расстройства естественного происхождения, не травматического. Смотрите, здесь только вопрос про аутизм. Дорогие друзья, давайте-ка, у меня есть шикарный фирм про аутизм. Замечательной нашей, там участница была Жанара, которая потом пошла в, господи, в наш курс. Если Жанар, ты здесь, привет. Вот, если ты здесь махни, потому что у меня появились пара мыслей насчет некоторого твоего симптома, которые... Фригидность это нормальная ситуация, это не психическая, скажем так. Вот, скорее, нимфомания, повышенная сексуальная либидо, вот это вот интересная штука, прям нимфомания такая. Вот это интересно, это прям психическое расстройство хорошее. Вот, соответственно, значит, обсессивно-компульсивный, ОКР. Ну, вы спрашиваете, пару слов скажу об этом. Так вот, Жанара, она была как раз на эфире по диагностике, я рассказывал про аутизм, всё, и она потом пошла на курсы, она отзыв написала. У ребёнка сильно такие большие сдвиги, поэтому вы ищите лучше в ИГТВ то, что посвящено аутизму конкретно. Значит, поехали. Мне отправили вопросы, которые вы задавали к посту, ну, тут, в общем-то, ничего особенного нету, в общем, так или иначе, я всё затрону. Все эти вопросы с той или иной стороны затрону. Сразу скажу, послеродовая депрессия, о, депрессия, депрессия. Депрессию мы чуть-чуть коснемся, но депрессия у нас будет в понедельник, друзья. Кстати, приглашаюсь в понедельник. В понедельник мы сделаем посвященный депрессии эфир. Это будет не эфир даже, это будет такая, первый раз такого формата встречи, где будет живое общение, где мы будем в зуме друг друга видеть, общаться, как терапевтическое общение 3-4 часа. Да, кстати, техника, молодец, что вы пишете об этом. Техника безопасности сейчас, как вот в нормальном, порядочном, медицинском вузе, всех этих студентов предупреждают. Сейчас я буду рассказывать вещи, которые вы начнёте находить у себя. Друзья, не пугайтесь, пожалуйста. Они у нас, у всех в той или иной степени есть. Вот, поэтому, даже если вы их будете находить, не факт, что они у вас есть, это так вот устроено, устроено перечисление. И это начинается вот так сразу, господи, это же он про меня говорит. Поэтому давайте так, чтобы вы там не попали в конфликт от того, что я буду говорить, вы сразу поднимаете руку и говорите, это я, я. Вот, я буду вам говорить, где я, например, вот в этих всех историях. И мы прокатимся с вами быстренько по всем психическим нарушениям. Жаль, что здесь нету психиатров, потому что это было бы тогда интереснее всем. Жаль, что здесь нету психиатров, жаль, что здесь нету психотерапевтов, потому что нам есть о чём поговорить. Потому что, когда я обучался в своё время, у меня было, у меня, конечно, не было психиатрии, у меня была патопсихология и психопатология. И нет, нет, но мы на практику, не на практику там, скажем так, для ознакомления, ну можно было и на практику там оставаться. В психушку ходили, и это было, конечно, очень запоминающееся. Большая часть практики у нас, конечно, проходила в специализированных детских домах, но в школах, специализированных школах, специализированных детских домах, где дети, соответственно, не просто проблемные, но в смысле с патологиями, с нарушениями. Поэтому всякое видели, но вот теперь моя парадигма и мое представление о психической норме и патологии, она совершенно поменялась, и сейчас это кусочек для специалистов. То есть, если официальная парадигма психиатрии, она сейчас вот как-то продолжает смотреть по-старому на эти болезни, то я все-таки предпочитаю смотреть на это через призму новой германской медицины, основания, обоснованность. Вот это было бы, конечно, с вами сейчас говорить, но так как вас здесь нет, вы будете смотреть это в записи, значит, будем говорить со всеми. Предупреждаю, если у себя начинаете что-то находить из того, что я говорю, поднимайте руку, говорите, мы вам все аплодируем, называем ваше имя, все 140 человек говорим, здравствуй, там, Катя, мы тебя видим, с тобой все нормально. Ты с нами, да, на этом эфире. Вот, поехали. Давайте начнем. Нет, наркомания сюда не пойдет. Нет, это зависимость, это может иметь отношение, но это нет, немножко другое. Я сейчас начну говорить, вы поймете. Пойдем снизу вверх. Мы начнем со ствола. Я есть, хорошо. Мы начнем со ствола и пойдем до коры. Значит, что такое психические расстройства и психические заболевания с точки зрения официальной медицины, с точки зрения парадигмы новой германской медицины. Значит, с точки зрения официальной медицины, с точки зрения официальной психиатрии, психопатологии, патопсихологии, это поломки расстройства, которые произошли внутри мозга. И вот с точки зрения, ну, как-то вот что-то взял, человек поломался. Шел, шел и поломался. Спасибо, я Катя, мне нужно было это услышать. Хорошо. Значит, шел, шел и поломался. То есть, официальная медицина работает с психическими нарушениями, как с поломками. Соответственно, большая часть работы построена на фарме, фармакологии. Особо они не ищут какие-то конфликты и тем более не вникают. И, как бы, наверное, во многих случаях даже, наверное, является мавитоном, может быть, смотреть на это с точки зрения новой германской медицины. Ну, ладно, что. Вот, дело каждого. Депрессию можно вылечить без таблеток. Вот. Про депрессию в понедельник особенно подробно, я ее сегодня слегка коснусь. Значит, поэтому с точки зрения новой германской медицины психических нарушений как таковых нет. Смотрите, с точки зрения официальной медицины, вот если мы возьмем справочник DSM, да, там DSM, по-моему, вот этот вот классический медицинский классификатор болезней, и там их порядка 1700 психических нарушений. 1700. С точки зрения новой германской медицины, порядка 26 основных психических нарушений, все остальное является так или иначе вариациями. Прикольно, да? При этом новая германская медицина четко говорит, очень просто, любое психическое нарушение, любое психическое нарушение является адаптацией, способом, с помощью которого возникает такое поведение, психическое нарушение, которое в определенных обстоятельствах, которые мозг оценил, значит, является максимально, максимально лучшим вот в имеющейся ситуации, как правило, очень сложной ситуации, для того, чтобы спасти, последняя попытка спасти индивидов. Это прикольно, потому что, смотрите, мы с вами здесь занимаемся психосоматикой, мы все такие знаем, что если человек оказался какой-то ситуацией, оценил ее как-то, эта ситуация стрессовая, мозг оценил эту ситуацию, запустил определенные реле в коре, в паренхеме, в стволе мозга, ну, там, определенный центр управления, начал изменять работу какого-то органа, и все, и вот так происходит соматизация. Это мы с вами знаем, естественно, да? А теперь, внимание, а раз и это не помогло, и возник еще один конфликт, который, скажем так, который усугубил, который имеет, по сути, ту же самую, по сути, имеет ту же самую тональность, либо тоже управляется из этого же отдела мозга. То есть, у человека уже есть конфликт. Например, давайте возьмем простой пример. конфликт, например, какого-нибудь школьника, который мы сейчас про ствол мозга просто будем говорить, конфликт какого-нибудь школьника, которому родители сказали, если ты эту пятерку не получишь, мы тебя нахрен выгоним, мопед тебе не купим, и ты вообще не получишь вот этот горнолыжный костюм, что прям как у всех уже купили там все это вот. И этот ребенок оказывается в ситуации, а, он понимает свои, что у него никакие шансы на, например, на то, чтобы получить эту пятерку по химии, по химии, пятерку по химии. То есть, это конфликт нехватки, который будет кодироваться в левой части ствола мозга. И тут же ему родители дают второй конфликт. То есть, ну, я не смогу получить конфликт, угроза какой-нибудь, там, мы тебя вышвырнем из дома. Ему этот конфликт надо избегать, и это тоже жизненно важный конфликт, который может кодироваться во второй части ствола мозга. Таким образом, ребенок одномоментно получает два конфликта в стволе мозга, которые один про нехватку, другой про избегание. В результате... Вот это и происходит. Просто, все. Зависание. Дезориентация. Сидит, ничего не делает. Все. Вот это такая типичная штука. Вот... А теперь внимание. Что такое психическое расстройство с точки зрения новой германской медицины? Любое. Мы сейчас их будем перечислять в зависимости от тональности ствола и так далее. Когда первый конфликт бьет в одну половину ствола мозга, мозжечка или паренхем, или корыли мозга, и тут же появляется второй, который бьет в противоположную часть. Если с одной стороны, то нет психического расстройства. Если в другой подвисает у меня эфир, да это я, это же я сейчас подвисал, вы что, это я изображал подвисание, вы что, не путайте. Второй конфликт бьет во вторую половину мозга. Например, один суда, как я сейчас объяснил, второй суда. В результате мозг входит в такой режим, когда какое-то поведение не работает. И вот, внимание сейчас, все психические нарушения, если они не носят травматического происхождения, если они не являются последствиями медикаментозной терапии, если они не являются последствиями какой-то химии и так далее, чего угодно. Так, ага. Так виснет эфир или нет, друзья, я ничего не понял. Это я зависал, это я изображал сейчас в зависании. Бьет, это значит, ребенок оказывается. Я привел пример, где ребенок оказался в двух нерешаемых конфликтах. С одной стороны, я не могу получить пятерку по химии, а с другой стороны, я не могу избежать того, что меня выгонят нафиг. Я хочу избежать не сталкиваться с тем, что меня выгонят, и очень хочу пятерку по химии. И ни то, ни другое не могу. Конфликт. Реальный эфир. Нет, эфир тоже виснет. Так, ну-ка, давайте, друзья, разберемся, что тут у нас с эфиром. Екатерина. Екатерина. Что ты у нас... Ты выходила, что скажешь? Как у тебя? Я просто... Эфир виснет. Это... Да ладно. Ну ладно, виснет. А что за прикол? Ну, я, наверное, говорю, потому что про стволовые констелляции. Зависание – это стволовые констелляции, да. Давайте, наверное, перейдем дальше. Может быть, в мужичковых констелляциях он не будет виснуть. А вот, зависает временами елы-палы. Короче, что делать-то через несколько секунд, поняла. Мне с вами виснет, эфир кратковременно на долю секунды, периодически, да? А что делать-то? Я не знаю, что сделать. Ну, попробуйте праздники, наверное. Так, все отлично. Ладно, давайте еще раз попробуем. В общем, если совсем невыносимо будет, вы мне скажите, и тогда, и тогда наверняка, вдруг заблёшь таблакан. Я не знаю, что делать будем. Виснет, ага. Катя, вот у меня к тебе тогда просьба, я обращаюсь просто к администратору, к помощнику. Катя, скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, при таком положении дел есть ли смысл продолжать? Может быть, перенести просто тогда эфир, потому что, если, ну, это не вариант. Да, вот сейчас нет. Ну, ладно. Таким образом, с точки зрения официальной медицины, все психические расстройства являются какими-то поломками, и чем занимается официальная медицина? Официальная медицина берет симптом и пытается купировать симптом, как правило, фармакологией. И говорит, ну, увы, если у вас тем более шизофрения, ну, увы, всё, это как бы пожизненно, или там что-то еще у вас, или что-то еще у вас, или что-то еще у вас. Соответственно, значит, новая германская медицина говорит, за каждым, за каждым, за каждым психическим расстройством стоит, как минимум, два конфликта. Два конфликта. Когда природа, когда конфликт оказывается в одной половине мозга, значит, природа запускает определенное среагирование. Если оно не помогает, и возникает еще один конфликт, который бьет во вторую половину мозга, то тогда возникает ситуация, когда мозг говорит, так, похоже, здесь ничего не работает. Сейчас я буду включать определенное суперповедение. Суперповедение. Вот это вот суперповедение, это и есть все вот эти расстройства. В каждой конкретной ситуации вот такое суперповедение является лучшим достигнутым с точки зрения природы решением. Причем это очень архаические формы поведения, которые, как правило, вас не спрашивают, они включаются на гормональном уровне, там, на инстинктивном, на поведенческом, и заставляют вас все время проделывать это для того, чтобы вы выжили. Суперповедение. Вот что такое психические расстройства. Поехали. Ствол мозга. Я только что привел пример проблемы со стволом мозга, когда... За что отвечает вообще ствол мозга? Вспоминайте. Есть еще генетика. Вот потрясающая фраза, потрясающая фраза, которая как будто бы должна все объяснять. Вот вы пишете, есть же еще генетика. И целый космос объяснений может подойти под эту фразу. И я могу сказать, есть же еще генетика, именно поэтому ничего не передается по наследству. Не знаю, вот что это значит, я не знаю. Хорошо, есть еще генетика. Там, скажем, там... Вот официальная медицина говорит, например, шизофрения. Вот я вспоминаю. Причина возникновения шизофрении. Причина возникновения шизофрении отягощена генетикой, генетической предрасположенностью. А также отягощена... Вот, кстати, кто бывал в Новосибирске, предлагаю вам съездить в Академгородок, посмотреть, кто там ходит по улицам. Отягощена умственным трудом? Не знаю, но это очевидно, что у нас там в Академгородке так очень явно выражены вот эти вот крайние формы. Вот, потому что очень много интеллектуальной работы. Значит, и отягощена... Так, и отягощена, например, стрессами. А особенно высок процент шизофрении в среде предпринимателей. Потому что очень много стресса. Причем здесь тогда, например, наследственность. Вот. Это вам так, для размышления. А мы к стволу. Переходим к стволу. Все психические нарушения, которые связаны со стволом, будут иметь один характерный признак. Какой? Я показал. Оглушенность. Дезориентация. От самого легкого такого, знаете, как есть выражение, пыльным мешком по тебе ударили. Вот. Соответственно, это либо дезориентация такая, она такая, как будто все-таки с тобой разговаривают и спрашивают. Петя, Петя, что с тобой? Петя такой, да я не знаю, что ты со мной. Вот. А Петя смс-ка пришла, зарплату задержат, например. Да, кусковой конфликт. Вот. И он такой, бум, выпал. Угроза, под угрозой оказалось, там замкнулся второй конфликт. Конфликт, как я приводил пример с мальчиком там, да. Замкнулся второй конфликт и все. И Петя выпал. Потому что конфликт нехватки. Ну и, соответственно, это начиная от самых легких форм, ну вот такого легкого, легкой дезориентации. Вот в свое время я помню, когда я очень подробно прорабатывался в гештальт-подходе, вот, я очень долго работал с этой темой. И у меня периодически было такие, бум, у меня как будто выключало в процессе какой-то ситуации, какого-то общения, такое легкое, легкая дезориентация, пустота, так, свободно, легко. Вот. И я все время спрашивал, да что за прикол-то такой, почему так случается? Я, видимо, прорабатывал, прорабатывал, прорабатывал. И вот потом, когда я уже начал заниматься новой германской медициной, я тогда понял, что вот я, видимо, попадал вот в этот конфликт, законстилляция легкая такая. Триггерился, видимо, в процессе там каких-то мыслей, представлений, разговоров, и это прям, это прямое внушение предпринимателя, теперь им не быть. Да, волков боятся в лес не ходить. Значит, и я проработал, я проработал до этого, я как-то научился это отслеживать, примерно отследил, какой внутри конфликт за этим стоит. Ну, короче, у меня-то эта тема точно, у меня-то эта тема точно прекратилась, но она может быть как от легкой формы такой раз, там, человек, помните, да, вот человек такой раз, что-то сидит, потом раз, там, завис, потерялся. Вот. Это либо в крупном варианте, когда женщина такая приходит и говорит, мой муж вообще ничего не делает, сидит, сложа руки, у нас такая острая ситуация, он прям сел, а он прям сел, и у него полная потерянность, все, и он дезориентирован, потому что у него произошла в какой-то момент констилляция. Она бегает, кричит, а он вот такой вот сидит, произошла констилляция ствола мозга, все, человек выпадает из реальности. Зачем? Все, 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 кто знает, да, просто подслеживайте, смотрите, спектр очень большой, существует, и вот это легкая такая тема. Например, вы пришли, вам какой-нибудь там, кто-нибудь навешал какой-нибудь истории, и вы так выпали, вот, и это легкая форма, повисли, 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 обстоятельства сменились, вам что-то сказали, и вы вернулись обратно. До тяжелой формы, которая подвергается госпитализации, до тяжелой констилляции, особенно там у взрослых людей случается, когда просто раз из реальности выпадает полностью. Причем, что поразительно, например, дома он выпадает, его садят, приезжает бригада, там садят его, везут в психиатричку, психиатричка приезжает, и он начинает оживать. Врач смотрит, смотрит, вот, примесь, я нормально садят, домой привозят, этот вход дома видит, и опять начинает впадать. Вот, сначала подозревают, что он изображает, а потом оказывается, что триггеры работают, в доме конфликт запускается, а в психушке конфликт разрешается. Вот, пример, который рассказывал Роберто Барней, когда он говорил о том, как он помог своему другу, значит, с его мамой. После определенного разговора по телефону он рассказал о каких-то финансовых проблемах, а у нее было стесненное состояние финансовое, он еще о своих финансовых проблемах рассказал. Короче, он усугубил ей конфликт, и когда, в общем-то, домой приехал, она уже вот так вот, она выключилась из реальности. Сначала было подозрение там на этот, на инсульт, потом ничего не подтвердилось, она просто выпала. И Барнаик говорит, так, мы-ка расскажи, что когда было, давай-ка мы сделаем следующее. Ты берешь бабло, раскладываешь перед ней и просто показываешь, деньги есть, деньги есть. В этот момент, даже если сознание полностью отключается, то автоматический мозг продолжает фиксировать триггеры. И таким образом он просто вывел эту женщину, решил конфликт, который у нее, это ствол, это всегда жизненно важные куски. Ствол отвечает только за кусковые конфликты. Деньги, ресурсы, там, какие-то очень важные для вас с тем, что вы связываете с жизненно важным, там, для выживания, для питания, для денег, для ресурсов. Вот, кататония, почти, почти, кататония и, там, восковая гибкость и каталепсия, это, наверное, все-таки стволовая история такая двигательная. Вот, но отчасти, да, когда люди выпадают дезориентированы полностью, либо те, которые шли-шли-шли, а потом раз в какой-то части города оказались и такие, я потерялась, я не знаю, там, вот. Вот, вот, собирательные трубочки почек особенно в таких случаях работают. Там много разных, в стволе мозга много разных центров управления, разных органов, и в зависимости от того, в каких сочетаниях будут в левом и правой части, там, разные конфликты участвуют. Но суть примерно одна. Все стволы, все, что вы знаете, вот с этим вот, бум, начиная от легкого, бам-бам, отключение, заканчивая полной, тотальной, алло, алло, просыпайся. Помните, в это время разговаривать с мозгом можно. Мозг продолжает функционировать. Автоматический мозг для того, чтобы разрешить конфликт. Так вот, он показывал эти деньги своей маме, и мама вышла из этого конфликта. Такая хорошая ситуация. Сюда же можно отнести и деменцию. Роберто Барнай, на всяком случае, предлагает, например, Хаммер сюда не предлагает отнести деменцию, но и в том числе Хаммер тоже предлагает сюда отнести деменцию. Я сейчас для этих, для специалистов говорю. Ну вот, Барнай говорит, что все вот эти вот снижения IQ, в том числе у школьников, значит, деменция, потом, что там еще, Альцгеймер, все эти штуки, они могут носить причину, в том числе здесь, когда человек вот прям, все, он дезориентирован, он не знает, у него нет. В чем главная цель? Это ствол мозга, это самая наша древняя часть. Считается, что, зачем мозгу такое поведение? Помните, я сказал, все психически, ну, там, медицина как бы работала, а, понятно, там, и прокалывать какую-нибудь фармакологию. А мы понимаем, что, значит, у человека есть какой-то конфликт, который его вверг, произошло что-то. Можно отследить назад, посмотреть, что было накануне у человека в жизни, что могло его ввергнуть в этот конфликт. Ну и, соответственно, закрыв этот конфликт, степень, как я уже сказал, может быть разная. Человек может оставаться так или иначе в сознании, а может очень глубоко выключаться, если очень сильный конфликт. Ну и, в общем-то, решение, вот так как это ствол мозга, считается, что вот это является идеальным решением на случай, когда вы потерялись, когда вы не получаете информацию там, извините, либо как рыба, выброшенная на берег, если мы говорим о собирательных трубочках почек. То есть везде, где нужно, где встречается, например, животное находится на чужой территории, в лесу, наступает ночь, я могу сделать шаг за любым кустом хищник, я не ориентируюсь, территория не моя, то есть сделать шаг опасно, но и защитить себя как-то надо, и, короче, возникает вот этот вот бум-коллапс, и мозг говорит, стой. И первые лучи солнца, которые падают в лес, проясняют территорию, закрывают конфликт, потому что начинают видеть, что происходит. Считается, что пока ты стоишь, не двигаешься, не уходишь, замираешь, застываешь, дезориентирован, ты не предпримешь кривых решений. Дождешься прилива, волна тебя смоет обратно, это такой очень древний ствол, очень древняя часть, такая очень рептильная, либо дождешься, когда солнышко там на тебя посветит, согреет, и выйдешь из оцепенения, и можешь продолжать движение. Как, если сейчас нецелесообразно тратить никакие ресурсы, там, ящерицы, там, эти животные, они там надолго замирают и так сидят, тусуют. Ну, вот эти, которые, там, присмыкающиеся, там, подобные вещи. Только когда вот непосредственно есть мозг так спасает. Да, 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 да. Для того, чтобы прояснить, нужно задавать два вопроса по кругу. Чего тебя сейчас лишили, в чем сейчас может быть твоя нужда? Это вопрос, который помогает прояснить содержание стволовых конфликтов. Он его может решить на уровне сознания, но если человек понимает, о чем речь, вот, например, человек никогда не смотрел этот эфир, не понимает, он просто выпадает и все. Вот я, например, до терапии, я... Угу, 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 не знаю, проявится, также сизофрения, но риски возникновения повышаются. Да, наследственность – это опыт, который нам достается, не спрашивая нас. Это вот я комментирую вопрос. Наследственность – это опыт, который достается к нам без нашего ведома. Мы его просто принимаем, несем в себе, это расположенность к этому определенному обмену веществ. Но мы вольны запустить это или не запустить? Значит, вольны, в смысле, если мы стараемся осознавать возможные причины, если мы понимаем, один из самых сильных факторов шизофрении, к развитию шизофрении в чем? Если мы уже забежим вперед, шизофрения в новой германской медицине не используется. Понять шизофрении, потому что шизофрения включает в себя совокупность симптомов, которые могут относиться в том числе, например, к стволовым конфликтам. Вот это вот выключение. Поэтому нету понятия шизофрении. Шизофрения – это солянка из симптомов. Так вот, например, склонность к шизоидности, к шизофрении особенно сильно повышается, когда в фазе программирования во время беременности мама либо рассталась с папой, либо, соответственно, погиб отец. Особенно, если это произошло во время беременности, меньшая вероятность, если после беременности. Статистические исследования, в общем-то, об этом говорят. Вот, поэтому шизофрения, предрасположенность мы получаем, но наша осознанность может позволить нам преодолеть эти конфликты, эту склонность и не войти в эту историю. И даже официальная медицина говорит, наследственность – это только вероятность. Запустишь ты это или нет, даже с точки зрения официальной медицины, это всегда остается лотереей. Дальше. Что еще тут очень важно сказать, значит, для ствола мозга и пойти дальше. Спутанность, растерянность, замешательство, дезориентация, ожидание, замирание, вялость, апатия – это все может относиться сюда. Напоминаю, что мы можем в это как входить достаточно быстро, так и выходить достаточно быстро, в зависимости от обстоятельств. Очень важно находить треки. Причем эти треки часто возникают у нас вот здесь. Например, мы сидим, все хорошо, веселая компания, пространство, например, как я говорю, пришла смска, зарплата задерживается, а у него там эти расходы, эти, 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 он дым, выпал в осадок. Вот, либо подумал что-то такое и выпал в осадок. То есть, то, о чем я думаю, тоже может быть треком, триггером, который меня запускает на эту орбиту. Все, давайте, про стволы все. Дальше пойдем, поинтереснее начинается. Мозжечок, мозжечок, мозжечок. А знаете ли вы, что Хаммер, доктор Хаммер, очень мало писал про мозжечок и про конфликты, связанные с мозжечком. Знаете почему? Считается, я слышал такое мнение, что доктор Хаммер сам имел очень много констелляций в мозжечке. Как это понять? Что такое мозжечок? Мозжечок, это орган, который отвечает, который регулирует, в нем расположены центры регуляции всех тканей в теле, которые связаны с функцией защиты. Защита от механического воздействия, защита от загрязнения и, соответственно, от нападения. И доктор Хаммер очень мало писал о конфликтах мозжечка, потому что, по большому счету, он сам был полностью обвешан обидами, он сам был полностью обвешан ощущением, что на него там постоянно кто-то должны напасть, предать. Это оскорбление, опыт большого количества оскорблений, обид, очень большое количество нанесенных травм, нападений, от которых не могли защититься. И эти травмы, если получается, что у тебя есть конфликты с левой и справа, то ты попадаешь в констелляцию, так называемую, на профессиональном языке это называется констелляция, когда, я уже сказал, очаг есть и в левой, и в правой, и в левой, и в правой половинке мозжечка, и тогда что у нас здесь сидят за психические нарушения? Ну, самые простые психические нарушения, это, конечно же, вот такая вот эмоциональная холодность. Эмоциональная холодность. Значит, что происходит с такими людьми? К слову сказать, вот почему шизофрения является солянкой симптомов, потому что в неё могут подходить и симптомы ствола мозга, и в того же мозжечка. Шизофрения характеризуется в том числе эмоциональной холодностью и выжженностью, а отсутствием эмоциональности в воспитании. То есть, холодная мать – это шизофреногенная мать. Вот. Значит... Ну, вот, дорогие женщины, давайте так. Сейчас вы просто, ну, осознавайте это. Это ничего не значит, я вам уже сказал. Это вообще ничего не значит. Это не определяет железно. Это просто говорит о том, какие мишени вам должны быть для проработки. Если у вас произошли драмы, про которые я описывал... Которые я описываю. Значит, мозжечок, значит, как только человек попадает в констелляцию, значит, с мозжечком, у него проявляются симптомы эмоциональной холодности. Что это такое? Ему всё... Внимание, вот сейчас давайте. Те, кто... Те, кто... Вот сейчас 1037 человек. Те, кто пил фенибут или какие-нибудь ещё подобные штуки, которые я приписываю при депрессии, там, при упадках настроения. Сейчас слушайте меня внимательно. При констелляции мозжечка человек приобретает такие качества, как эмоциональная холодность. Он словно становится равнодушен к эмоциональным событиям, происходящим вовне. Он их не вписывает ни в плюс, ни в минус. Они словно перестают его трогать. Эти события он оценивает, он видит, он признаёт их важность, но скорее интеллектуально, чем эмоционально. Они не захватывают его. И эти события становятся чем-то, что он способен видеть, наблюдать и вот уже как-то более-менее нейтральным. Да? Кто попивал фенибут, ципролекс или чего там, прописывает, да, вот этот вот весь спектр. Феназепам и так далее. Узнаёте, да? Узнаёте. Вот. Очень похоже. Такое ощущение, я просто очень много общаюсь с этими людьми, и они говорят, ощущение, будто вот стрелка, как будто она хочет опуститься, но не опускается. Хотим курс по констелляциям. Хорошо, я подумаю об этом. Вот. Насчёт курса по констелляциям. Значит, таким образом, таким образом, это лёгкая форма, лайтовая. Значит, мне кажется, это постоянно меня морально нападает. Ну, это может относиться и сюда, и к белому веществу, и это может относиться и к коре. Важно очень, смотрите, когда мы ищем, что это за констелляция, мы должны обязательно обращать внимание, это уже к специалистам. Ну ладно, чего. Висит или как? Ну ладно. Ну, дайте, пожалуйста, обратную связь, друзья. Ну чего? Ну чего? Ну? Так, мне кажется, у меня шизофрения. Да подождите вы. Я оглашу весь список. Не торопитесь. Огласите. Может быть, у вас что-нибудь какая-нибудь мания или бред, преследование, но вы так сразу шизофрения. Иногда подвисает, слушать можно. Значит, ощущение безысходности. Марина, да. Приветствую тебя. Вот, кстати, напиши мне после эфира, чего у тебя там, как твоя динамика, как состояние. Вот, очень интересно с тобой поговорить. Значит, на чем я остановился? Подрос холодная мать, как в точку. Ну, это классика, просто холодная мать – это мать, которая создает большое количество конфликтов на разных уровнях у ребенка. И, конечно же, тут и констелляцию сварганить несложно. Значит, мужичок, большое количество обид, значит, ощущений, что меня оскорбляют, там, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, вот это штуки являются показателями того, что вы можете носить себе, там, угрозу для констелляции мужичка. Почему происходит падение эмоциональности? Значит, человек, который за свою жизнь пережил очень много нападений, причем мы говорим сейчас не столько о физических нападениях, сколько, например, незащищенность от нападений внутри семьи, конечно же, в первую очередь. Такой ребенок словно становится толстокожим. В результате отсекается эмоциональность, она уплощается, становится не такой выраженной, и в результате вот эта эмоциональная выжженность является замечательным решением. Для чего? Для того, чтобы просто идти и идти в своем направлении. Вообще ничего не колышет, ни мнение других людей, ни какие-то, ни какие-то вообще там абсолютное равнодушие. Вот это вот, это такая эмоциональная выжженность. То есть, если, например, в следующем, в белом веществе это будут такие превосходные формы, нарциссизм, мне плевать на ваше мнение, но там вот такая, такая превосходная степень, то здесь в абсолютно нулевая вот эта вот нейтральность, выжженность. Не путайте с отсутствием смысла жизни, как у депрессии, здесь скорее эмоции минимально скудны. Такие люди не слезинки, это вот идеальные люди для послевоенной разрухи, когда они видели все, прошли все вот эти конфликты живы, и вот огромное количество драм, свалившиеся, просто выжигает вот эта беззащитность, и просто выжигает эмоциональность. Потому что в этих условиях можно продолжать, можно продолжать жить только если, я надеюсь, что в записи будет, я надеюсь, что в записи будет, значит, будет все хорошо. Вот, поэтому природа придумала, если человек, то есть мужичок, в нем центр защиты. Соответственно, если человеку многократно подвергался нарушению этой защиты, то он, соответственно, будет тем, кто будет включать вот эту эмоциональную холодность. Ну и, соответственно, я вам только что сказал про более-менее нормальный уровень, в самой крайней патологии это кто? В самой крайней патологии это психопаты. Психопаты и маньяки. Психопаты и маньяки. Значит, они абсолютно, вот если они режут человека, бьют ребенка там, или вот эти дети, которые там, не знаю, спокойно там разделывают кошку во дворе, а бесполезно, вот прям бесполезно взывать к эмоциям, там, вот вдумайтесь, там на уровне мозга принято решение, лучше спросите себя, лучше спросите себя внутри, интересно, сколько боли у этого ребенка там внутри дома ему достается. Его мозг выключил, он не понимает, он вообще нету, там бесполезно взывать к эмоциям у этих бандитов. Если вы почитаете, ну это для специалистов, я уже забыл, кто автор, господи, книга по психодраме, Inspiration психодрама, по-моему, называется, она на русском, она есть. Ой, господи, забыл, как она называется, вот там есть одна глава, которая посвящена работе с заключенными, с психопатами, вот с этими, с психопатами, которые, ну абсолютно там жестко творили, и вот как она там с ними работала, и как они вскрывали вот эту боль. Смотрите, в чем фишка. Значит, огромное количество боли, незащищенности, уязвленности делает так, что мужичок констеллируется, и в результате человек становится настолько нечувствительным, что он может вообще там, где вы там зальетесь слезами или страхом, он просто пройдет. Эта эволюция придумала для вот таких драматичнейших обстоятельств, чтобы такие люди хоть как-то могли пройти вперед. Значит, дальше, угроза в чем? Причем, чтобы закрыть им конфликт, у этих людей, ну в тяжелых случаях бесполезно взывать там к логике, они у них, ну к логике, к сознанию, пытаться к человечности обращаться, они, для них это, они, это, у них пустота внутри в этом. Да, это я про крайний случай говорю, про мужичок, это вот про психопатов и маньяков. Ну вот психопатия, психопатия, маньяк, это крайние формы для мужичка. Значит, бесполезно взывать, потому что для них, у них нету этого языка, мозг это выключил. Это ведущая игра, холодно. Да нет, у меня другие констелляции, но не эта, не эта, не эта, не эта констелляция у меня, не эта. Значит, и к чему я хочу, смотрите тут, в чем фокус заключается. Для того, чтобы этот человек вышел из своей констелляции, ему придется с таким количеством боли столкнуться, от которой он прячется за констелляцией. Ему придется тогда с этой болью столкнуться. И вот в этой книге, она когда рассказывает эту работу с этими амбалами, которые убивали, там насиловали, там расчленяли в американских тюрьмах, сколько там боли, слез, и они когда рискуют идти туда, там, они создают обстоятельства, это очень, конечно, интересно. Вот все эти спецучреждения, вот, был у меня друг, который там работал, товарищ, недолго он там протянул, вот, это надо призвание иметь. Напоминает робота и вампира эмоционального, да. Значит, и они туда не хотят идти, понимаете, да. У них шикарная адаптация, шикарная, они это не чувствуют. Вообще, им клевать. А мы их хотим обратно, стань живым. У него там такое количество болей, вы чё. Но только если, если только где-то в спецучреждениях. Раньше человечество, что делалось с такими? Раньше человечество таких выгоняло. И причем, прикол, внимание. Его садят, например, в одиночку. Или, например, его выгоняют, и он уходит куда-нибудь в монашество, там, в одиночку, а потом, ну, там, удаляется. Или его выгоняют, подвергают астракизму, выгоняют из города, а потом происходит бах! И разрешение конфликта. Это нередкая история, потому что среда содержит треки и триггеры для того, чтобы, для того, чтобы, для того, чтобы, которая заставляет, вызывает констелляцию. Всё просто. То есть, среда таких, с такими штуками, вот, если в данном случае про мужичковые констелляции мы говорим, лучше всё работать за счёт смены среды. Ну, вот, что часто с наркоманами делают, когда, да, если мы говорим о наркомании, связанной, там, с зависимостью, в том числе, вот, этой вот, выжженностью, незащищенностью количества драм, то тогда среда, которую организуют выездные, там, за пределами того места, где они живут, она способна их менять. Вот, среда очень сильно рулит. Констелляция иногда уходит сама. Так же, как, кстати, в стволовых штуках, когда я говорил пример, там, в психушку приезжает, соответственно, прекращается, из психушки домой возвращается, начинается. Потому что дома треки, триггеры, их нужно находить, их нужно находить. Вот, соответственно, напоминаю, что когда мы пытаемся понять, к чему относится констелляция, потому что вот кто-то пишет про какие-то, про какие-то свои проблемы, но это может, это нужно разбираться и всегда, например, если мы говорим о констелляциях ствола, то, соответственно, у человека в анамнезе есть заболевания, связанные с теми, с теми органами, которые управляются из ствола. У человека, у которого есть констелляции мозжечка, про которую мы сейчас говорим, что там можно поискать? Там можно поискать все проблемы, которые связаны с мозжечком. Прыщи. Резкое потоотделение в разных частях тела, проблема с перикардом, например, какая-нибудь, с плеврой, проблема с дермой, то есть все, много родинок, например, это все говорит о том, что человек может находиться в повторяющихся конфликтах, нападении. На психическом уровне то, что я сказал про Хаммера, например, да, почему Хаммер, говорят, мало писал про мозжечек, потому что он был сам в этом конфликте, и у него очень много было обид. Ищите обиды и убирайте их. Я это всегда говорю, убирайте все свои обиды из жизни, потому что обида – это живой, теплящийся огонек, который приходится часто в мозжечок. Ну и нафиг вам это надо, да, потому что у Хаммера, конечно, был, несомненно, констилляция, в том числе и мозжечка, оскорбленность, обиды, то есть он видел это везде. Вот, его травило сообщество медицинское в Европе, там вообще прям жестко его, он даже вынужден переехать был, да. Вот, но у него была и следующая история, тоже достаточно веселая, мы переходим к следующему отделу мозга, что мы там найдем. А там мы найдем веселые такие проявления, как вот эта вот самая мания величия, цезаремания – это вот мания власти, нарциссизм, вот этот вот вычурный такой нарциссизм при обладании. Реально ли сделать психопата или маньяка одному без специалиста, у них желания не будет на это, я думаю. Я объяснил, почему у психопата не будет на это желание, потому что ему придется столкнуться с болью, которая вытесняется за счет вот этой адаптации эмоциональной выживенности. Это первое. Второе. Степень бывает очень разная. Интенсивность конфликта определяет, будет ли он просто эмоционально холоден, и при этом он будет иметь семью, и просто потом его ребенок придет и скажет, моя мама была эмоционально холодна, ну, к психотерапевту придет. А бывает такая степень, бывает степень же того, что, знаете, ну, там мой папа, там, Чикатио, да, тоже степень крайняя. Поэтому степень здесь варьируется, насколько интенсивные конфликты, насколько глубина их там большая. Причем и здесь, и здесь интеллект коэффициента не страдает. Ну, здесь, в смысле, и в... Это могут быть очень умные люди, как вы помните, да, по, значит, по Чикатило. Дальше. Мы пришли уже к Паренхиме мозга. Это у нас Мания Величия, Цезаремания. Шумство по времени-то, господи, мы уже заканчиваем. Окей, что у нас здесь самого интересного, я так скажу. Я вспоминаю Шварценеггера сразу. Вот, значит, Паренхиме у нас отвечает за конфликты обесценивания. Соответственно, если человек попадает в ситуацию, где какая-то его функция, его способности, его возможности оцениваются либо им, ну, либо изначально его окружением, родителями, как недостаточный, у человека формируется привычка к конфликту обесценивания, либо в фазе программирования есть основания для конфликта самообесценивания. И таким образом... Чего у нас, кстати, у нас тут 157 человек-то этих психотерапевтов и психиатров не появилось. Это мне интересно их мнение по каждому, по каждому, что... Потому что здесь у нас уже появляется мания величия, тут вот как бы бред величия, тоже появляются уже такие достаточно интересные вещи. Вспоминая Шварценеггера, я вспоминаю, что... Ну, я напоминаю, что конфликт обесценивания... Конфликт всегда, в первую очередь, опорно-двигательного аппарата. Конфликт обесценивания предполагает, что моя функция недостаточна, мне надо больше функций, больше ткани, больше формы, больше размера, больше костей, больше мышц. Вот. А если смотреть недавно... Что-то когда там вот у них началась эта история... Black Lives Matter... Black Lives Matter... And Nothing Else Matters... Вот. Еще есть Металлика хорошая песня такая. Вот. И когда у них эта штука началась, вот мне показывали... Арнольда Шварценеггера, он что-то там говорил, как-то комментировал, странно, и вспоминал своего отца, который очень долго находился в подавленном состоянии, после того, как Австрия проиграла в Великой Отечественной, ну, Австрия, соответственно, Германия, насколько это было для них драмой, шоком, подавленностью. Вот эта вот штука выразилась, отразилась на том, что так его потом воспитывал отец. И я так прикидываю, что у Гитлера тоже там примерно такая же история. У него был рак крови, соответственно, у него был артрит. Это говорит о том, что у него были активные конфликты, связанные с самообесцениванием. Соответственно, если говорить о том же Шварценеггере, продолжить, то качки, те, кто занимается, ну, соответственно, культуризмом, особенно при увеличенном виде, это люди, у которых есть вот эта вот история с самообесцениванием, с конфликтом самообесценивания в той или иной форме, это попытка его компенсации. В данном случае, если мы говорим о Шварценеггере, мы говорим о его отце, который пережил глубокий опыт, не справился, он переживал это очень драматично, долго, серьезно, Шварценеггер об этом рассказывал, они очень долго были, не хватило функций, не хватило силы, его сын представляет из себя в фазе программирования этого Шварценеггера. Отец как раз находился вот в этом состоянии, подавленность, тем более еще и тут русские поделили территорию, все там, да, и так далее. Вот, он является следствием, отголоском вот этого врожденного конфликта обесценивания, и вот так вот выглядят конфликты для Паренхеми. Короче, если для Паренхеми существует констелляция, то, ну, если существует один конфликт, то мы пытаемся, но мы пытаемся как-то, мы ощущаем свою уязвленность. Нам кажется, у нас не хватает, то есть, ну, нормально, падение самооценки, да? Вы многие это знаете. Но магия, как только еще какой-нибудь конфликт добавляется в другое полушарие, в Паренхеми, то вот это то, что я говорил вначале, мозг включает суперповедение. Суперповедение. Очень много конфликтов обесцениванию в одно и то же время запускает супер... Сейчас, секундочку. Запускает суперповедение, которое в данном случае будет выражаться как раз-таки вот в этих штуках. Нарциссизм. Синдром Туретта тоже. Констелляция, да, констелляция, двигательные коры. Надеюсь, что позже успею сказать. Второй эфир. Боюсь, что не вывезу по времени, потому что у меня есть свои ограничения. Немножко сейчас продолжу, чуть-чуть дойду до коры. Вот. А может быть, подумаем о том, чтобы продолжить. Нарциссизм. Мегаломания, то есть, комплекс превосходства. Вот эти вот... Цезарь-мания, то, что я сказал, да? Что там, мания величия, что еще? Превосходство, там, мое племя лучшее, моя раса лучшее, там, вот эта вот история, которая Гитлер, да, делал. Значит, вот это вычурные формы, да? Нарциссизм, так сказать, склонность к... Вот это вот, как это слово-то вылетело из головы? Склонность шокировать внешним видом, там, ощущением вот этого превосходства, горделивость. Это все формы, которые говорят о том, что у человека, скорее всего, констелляция. То есть, смотрите, внимание, повторяю еще раз, для нормальных людей. Если человек попадает в конфликт самообесценивания, и у него, например, один очаг в коре, в белом веществе левой, левой половины мозга, такой человек впадает в ощущение обесценивания. Это один очаг. Но если этих конфликтов дофига еще попадает констелляция, возникает констелляция во второй половине мозга, вот тогда-то мозг говорит, что-то слишком много информации и конфликтов, давай включим суперповедение. Нарциссам, мегаломанам вообще плевать на ваше мнение. Вот просто, а вы вообще кто? Челядь просто. Соответственно, вы, ну, так устроена, так устроена мания величия, там, бред величия и так далее, и так далее, и так далее. Я становлюсь супергероем. Вот что пытается за суперповедение вызвать констелляция. Ну, сейчас все говорят, общество нарциссизма это из-за советского воспитания. Хрена с два. Вот здесь я не согласен. Посмотрите советское... Вот слово советское воспитание не трогайте. Откройте, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста. Вот YouTube вам есть. Посмотрите, пожалуйста, как говорили люди, о чем говорили люди, сколько ощущений достоинства было в разговоре, в общении людей в советское время. И что произошло сейчас. 90-91 год. Тотальное обрушение самоценности нашего пути развития. Тотальное обрушение, значит, произошло... Тотальное обрушение произошло ориентиров, ценностей, взглядов. И мы признались в том, что мы там 70 лет шли не туда. Вот тут нашу самоценность обломали. Вот таким вот образом возможно произошел надлом, который сформировал большое количество нарциссов. Это я так считаю нарциссов. Потому что достоинство советского человека взращивалось надежно, уверенно. Но потом нас обманули. Ну, как-то недейцев за стеклянные бусы. Мы в это поверили. И только сейчас начинается нарастать, ну, как-то косвенно я так ощущаю, самоценность своего пути. Меня в школе били. Меня в школе разок били. Два раза... Нет, разок меня в школе били, да. Вот. Но у меня была другая социальная страта. То есть... Значит... Да, вот прям... Слушайте, прям настолько народу повлезало. Классно. Вот. Хоп, тебя же твоим же оружием. Слушайте, ну, если вам нравится, если вам нравится, как вас поливают грязи, если вам нравится, это BDSM-констелляция. Мне кажется, я понимаю. Значит, BDSM-это вот ребят, которые... Ребят, которые немножечко в мужичке зависли. Там немножечко надо побить друг друга. И вот только через это вам становится хорошо. Да. Я знаю, что весеннее обострение. Нормально все. Мы... У нас сегодня эфир такой. У нас сегодня все имеют право легализоваться. Я, наоборот, в самом начале сказал, честно пишите о том, кто вы. Здесь очень многие пишут просто очень честно о том, кто они. Поэтому я сразу это вижу и я рекомендую вам. Знаете, значит, помните, что вот если мы говорим о Паренхиме, о Паренхиме, именно здесь есть фанатики. Именно констелляция Паренхима создает фанатиков. Смотрите, фанатик это кто? Человек, который верит, что его раса, его путь, его племя, его род, его национальность превосходит. Мы имеем право быть, а вы не имеете право быть. Вот это очень опасные люди. Это фанатики психопатии. Она скорее туда относится, к мужичку. Так вот, в Паренхиме находятся как раз-таки фанатики, которые фанатики и провокаторы конфликтов. Но как только вы осознаете, что их провокации являются результатом их боли, вы становитесь свободными для того, чтобы не вовлечься туда. Им очень важно вас спровоцировать выйти на это. Здесь тоже с коэффициентом интеллекта все становится окей, потому что для некоторых сенсорных зон коры, не сенсорных зон коры, но в том числе, кстати, сенсорных зон, существует такое словно зависание в возрасте, например, подростковом недавно. Есть такие люди, которые по некоторым стратегиям зависают в подростковом, в очень инфантильном возрасте. И это, конечно, это больше для коры. Но кору, я думаю, что мы сегодня не успеем. Еще раз повторю Паренхима. Паренхима отвечает за конфликты самообесценивания. В результате все люди, которые страдают переоценкой своих ценностей, психических расстройств, вплоть до вот этой вот, которые лежат в психушках, это вот мегаломаны, там, да я, я, как бы, как там... Ну, это действительно, Наполеоны, это все старая фигня. Вот. В Израиле очень распространены мессии, то есть я мессия. У них там же мессия уже не пришел. У евреев, вот в иудаизме, они ждут мессию, и вот очень много появляется мессий, а именно в Израиле, потому что, ну, там обстановка способствует... Ну, так как ортодоксальные иудеи ждут прихода мессий, то, соответственно, в Израиле количество мессий, которые лежат в психушках, тоже очень большое. Вот. Соответственно... Слушайте, мы с вами точно говорим о разных вещах. Не трогаю я никаких матерей, я говорю, что есть обстоятельства, которые вызывают определенные... Есть обстоятельства социальные, которые делают так, что очень многие люди попадают в одинаковые констелляции, потому что социальные обстоятельства такие. Например, последствия войны для... А вы, кстати, знаете почему? Считается, что одна из теорий, почему Германия все-таки вышла вот в эту... попала в эту ловушку с... с Второй мировой войной, то есть начала, развязала этот комплекс превосходств, потому что до этого, значит, знаменитая немецкая муштра, наличие большого количества физических наказаний с самого детства, потом поражение в Первой мировой войне, унижение в результате Первой мировой войны, финансовое, репарационное унижение. То есть огромное количество конфликтов произошло на уровне нации. Значит, в результате нация оказалась... нация с удовольствием приняла эту идею превосходства, как компенсацию большого количества унижений. Ну, это вот то, о чём я говорил. Здесь и мозжечок, здесь и... то есть и белое вещество, как у Гитлера, там, да, превосходство нашей расы, это вот всё. Любые формы превосходства меня над кем-то, это формы констелляции для белого... для белого вещества. Значит, здесь мы всегда найдём проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Если их найдём, то мы можем говорить о том, что эта констелляция будет относиться именно... именно к паренхене. Вот. То есть, не знаю, насколько вам это понятно, информативно. Эта информация больше для специалистов. И вообще здесь со специалистами, я говорю, жалко, что не нашлось ни одного психиатра или психотерапевта, но такое большое количество людей для того, чтобы говорить о психических заболеваниях. Ну и, соответственно, все, кто копит разный хлам, деньги, джипы, вот, и тому подобные вещи, это люди, у которых точно есть проблемы с самооценкой. Это всем понятно, потому что для автоматического мозга плевать. Для вас этот джип, для него это дополнительный каркас, который он считает своим повышающим значимостью и конкурентность. То есть, это всё-таки механизмы понятные для паренхемы. Что здесь ещё тут такого для паренхемы интересного можно было ответить? Про культуристов я сказал. А вот здесь, знаете, в паренхеме есть ещё сексуальная констелляция. Паренхема определяет работу яичников у женщин и яичек у мужчин. Соответственно, если в левой части мозга и в правой части мозга замыкает констелляция, панические атаки, дальше будет. Замыкается констелляция, и паренхемы управляются, соответственно, у мужчин и яички, у женщин и яичники. Так вот, если это замыкается, слева и права, мозг создаст какое суперповедение? Естественно, мозг создаст суперповедение, которое связано с повышенным, ну, скажем так, конечно, ну, может быть, не нимфомания, но зацикленность на сексуальности, как способе размножения. То есть, следствием, причиной для того, чтобы случилась констелляция, должно быть либо большое количество потерь, прожитых, либо вами, либо, соответственно, большое количество выкидышей абортов накануне, перед вами, там, которые прожиты с драмой мамы или бабушкой, либо большое количество потерь популяции, в результате вот эти механизмы запускают необходимость размножаться, размножаться, размножаться. С точки зрения нормального здорового общества, это фигня, но с точки зрения того, что происходит в отдельных семьях, да, там, такие драмы случаются, и это может вызвать вот эту констелляцию, поэтому, когда мы видим людей, зацикленных на сексе, ну, на сексе, сексуальном поведении, поиске партнеров, то мы, конечно, дальше поговорим о нимфомании в коре, но здесь, в паренхиме мозга, все-таки мы имеем дело с поведением, которое направлено на максимально эффективное размножение для спасения популяции. Максимально эффективное размножение. Вот для мужчин это не сильно проявляется внешне, потому что считается, что мужское сексуальное поведение, оно всегда более активно, чем женское. Вот у женщин такая констелляция, она сразу становится ярко выраженной, потому что там появляется необходимость спариться во всех возможных случаях. Ну, наверное, по сути, да. Наверное, по сути, нимфомания. Вот. То есть, нимфомания является тоже психическим отклонением, которое обусловлено необходимым выживательным способом адаптации. Соответственно, понятно, зачем нужна мания величия, цезаремания, мания власти, бред величия, мигаломания, превосходство. Это крайняя точка людей, которые прошли огромное количество конфликтов, самообесценивания, постоянно долбящих в них с детства. И тогда мозг говорит, теперь я буду это все игнорировать. И эти люди, им вообще плевать на чужое мнение. Вот так включает мозг. Поэтому, крутая, да? Очень многие пишут, как бы я хотел игнорировать мнение других. Ну, лучше учиться сознанием, сознательно и как-то с этим периодически справляться, чем повторять, чем попадать в констелляцию. Потому что со стороны это кажется очень, значит, очень заманчиво. Они выглядят очень уверенно, эпатируют. Очень много такие люди верят в себя, но в действительности, в действительности, если внимательно присмотреться, то это та, которая от реальности, что становится страшно. страшно, потому что это единственная попытка спасти себя от этой боли. Ну, вот как я рассказывал в предыдущем варианте с с мужичком. Ну, что ж, мы дошли до коры. Что я вам скажу, друзья? Я тут понял, пока рассказывал, что я что-то замахнулся слишком. Вот я больше часа рассказывал, и мы только дошли до коры. А в коре начинается эгегей. В коре начинается самое такое, что... И вот так далее.